Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Замужняя участница Лена Босс покинула проект. На женском голосовании большинство ребят были против неё. Очень жаль прощаться с этим местом, пишет Лена. Сегодня было показательное голосование. Кто есть кто. Буду скучать. На поляне состоялся суд над Ольгой Рапунцель. Она ударила Диму Дмитренко по лицу. Рапунцель признали виновной и приговорили к трем суткам в изоляторе с психологическим курсом от психолога Михаила Козлова. Рапунцель пишет. Тяжелый день у меня и мне страшно. У меня фобия, боюсь закрытых пространств. Но пока я наслаждаюсь с любимым на воле и в Москву полечу скоро. Мы скоро все улетим с острова в Москву. А на острове будет новый проект. За нами строится вилла. Кому-то повезёт и там будут жить новые жители острова. Состоялись съёмки очередного этапа конкурса «Человек года-2016» на Доме-2. Мужчины наряжались женщинами и наоборот. Кристина Лисковец была в образе Мерлина Мэнсона. Федю Стрелкову очень трудно было узнать в гриме. Ольга Жемчугова выступала с песней Майкла Джексона. Настя Волынец была в образе Билли Гиббонса. Андрея Черкасова преобразили в Мадонну, а Стеллу Мунас в Кончиту Вурст. Ваня Барсиков в образе Леди Гага постоянно падал со своих высоченных каблуков. Весёлый эфир был. Посмотрите, не пожалеете. Советуют преподаватели по вокалу и танцам. Редакция сайта Дом-2 делится новостями с поляны. Открылись подробности переписки новенькой Нади с Саранской и Глеба Жемчугова. Мужчина написал, что Надя его цепанула так, будто молнией ударила. Глеб увлёкся, и Надя ему действительно понравилась. Ведущая проекта Ольга Бузова рассказала о завершении работы над своей книгой. «Свершилось! Моя книга, над которой я работала так долго, ушла в печать. Это будет настоящее чудо, самая откровенная и искренняя книга, и даже с флакончиком моих духов. Первый тираж, 10 тысяч экземпляров, уже распродан, ещё до выхода». Проектный психолог Михаил Козлов дал прогнозы на будущее одной из пар телепроекта. Он изучил пару Ольги Рапунцеля Димы Дмитренко и сделал неутешительные заключения, касаемо их будущего. Михаил написал, «На мой взгляд, Ольга выбрала себе не того сексуального партнёра. Рапунцель нужен более взрослый и опытный мужчина. Дима для Оли слишком мягкий. В отношениях с ней он является мальчиком. Мне кажется, в интимном плане Рапунцель подошли бы такие мужчины, как Андрей Чуев и Костя Иванов». Участник проекта Венцислав Фингражановский снялся в главной роли в клипе Ирины Дубцовой на песню «Бойфренд». Он снялся в своём знаменитом золотом пиджаке. Ольга Бузова и Ксения Бородина вошли в рейтинг звёзд шоу-бизнеса и спорта «Форбс». В основу определения места в рейтинге положены три показателя. Это доходы за год, внимание средств массовой информации и индекс цитирования в интернете, то есть внимание, которое оказывается данной персоне со стороны интернет-пользователей. Ксения Бородина оказалась на 24-м месте, благодаря своему салону красоты и ресторану. Если бы этот рейтинг составлялся после её истории развода с мужем, то место было бы выше. Ольга Бузова занимает 32-е место, примерно с таким же доходом, но вот по популярности она проигрывает Бородиной. На этом всё, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!